здравствуйте уважаемые трейдеры инвесторы с вами на связи виталий кухта сегодня у нас пятница 25 сентября программа открытый микрофон вначале хотел извиниться возможно будет немного слышно жужжание у меня сосед какой-то там ремонт делать наверное до с утра и возможно будет слышно помехи какие-то но время есть сейчас записать данный обзор поэтому будет с таким нюансом и так сегодня что мы сделаем сделаем обзор по основным инструментом скажу свое мнение скажу скажем какие-то комментарии по инструмента возможно будут торговые рекомендации напомню торговые рекомендации будут не всегда почему потому что чтобы была торговая рекомендация хорошая явная на рынке должно скажем должен нарисоваться хороший паттерн и сказать уверенно что здесь скорее шорт рисуют да или скорее лонг и так далее комментарии там могу давать если есть просто какое-то мнение по инструменту что возможно там коррекция возможно движение сюда и так далее это нужно учитывать в принципе я буду так действовать с понедельника и на битве трейдеров кто смотрит я немножко правила буду менять своих рекомендаций буду давать хорошие рекомендации только тогда когда на рынке что-то нарисуется так как мы с артемом ведем битву понедельник среда битву мы записываем в 10 утра по киеву и по москве в принципе время сейчас выпадает то на это время не всегда есть хороший рекоменда рекомендации именно понедельник утро среда среда утра я буду стараться делать так что если есть что-то хорошее да если нету я буду просто говорить комментарии там хотя битва аналитиков как бы требует дать какую-то рекомендацию но лучше так не делать аналогично сегодня пятница утро не всегда будут какие-то рекомендации конкретные да это нужно учитывать потому что на рынке если ну условно да у нас есть сто процентов каких-то движений вверх вниз и для меня рынок понятны и только там процентов там 20 случаев до там 10 хороших случаев есть каких-то паттерна возможно и меньше и еще нужно чтобы это эти моменты припали особенно там на битву аналитиков там на понедельник среду ли там на открытый микрофон пятницу да и остальные 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 моменты на рынках они для меня скажем там 50 процентов случаев да то есть там 20 10 процентов понятны и хорошо 50 процентов скорее всего я понимаю куда она пойдет и 50 процентов ну скажем нет комментариев по рынку потому что это рынок и на этом рынке не всегда нужно понимать все сто процентов движения нужно всего там знать несколько моментов чтобы на них по возможности заработать и так давайте начнем с графиков я скажу что я думаю по графикам потом пройдемся по тем моментам которые были в торговом канале сигналы да на этой неделе что мои ученики делали очень интересно мне понравилось как моя одна из учениц эту неделю даже с прошлой до эту неделю можно сказать так порвала рынок очень хорошо то есть заработала взяла очень хорошие движения и так давайте начнем с евро доллара что у нас на текущий момент по евро доллару кто смотрел битву понедельник я советовал шортить евро ниже уровня вот у меня уровень был 118 65 я здесь советовал шортить я не исключал что когда я давал понедельник рекомендацию в шорт что мы можем уйти в лонг принципе я так и озвучивал что придерживаюсь возможно сценария даже и вверх но я больше склонялся в лонг после пробития вот этого уровня 119 то есть вот этой макушке да то есть у нас здесь очень сильный уровень сопротивления был я оставил страховочный бой стоп если будем пробивать то можем уйти вверх но вот эта конструкция очень сильный уровень кто смотрел мои битвы за сентябрь я советовал евро только шортить в этом диапазоне то есть кто смотрел вот здесь я советовал шортить раз потом вот здесь где-то в этом диапазоне на битве то есть один сигнал short 2 в short я как ставил первую цель я ставил минимальную то есть в этом диапазоне мы ее принципе добивали и дальше я ставил на возможное снижение более ниже да мы скажем отскочили раз там по без убытку я советовал без убыток дальше советовал канале сигналов своим ученикам вот здесь чертить отработали локально снова по без убытку и вот здесь я уже на битве трейдеров решил все таки вот как так как этот уровень 1 18 65 удерживает плюс у нас здесь не только уровень у нас был хороший паттерн да то есть у нас паттерн такой контр трендовый я его называю корень модель он себя неплохо отработал поэтому в понедельник я посоветовал шортить первые цели я ставил локальные где-то 1 18 1 17 50 то есть где-то в этом диапазоне мы в принципе сразу понедельники отпадали и дальше пошли вниз то есть я всегда если даю рекомендацию она несет или локальный характер или локальный и среднесрочный характер да почему здесь был также среднесрочный характер у нас было очень сильное накопление до с этого накопления возможно получился бы хороший выстрел он при он и получился но это пока такой маленький там 200 пунктов мы отпадали и скажем им ну пока я доволен отработкой данного сигнала да вот мы еще с артемом в среду обсуждали рынок он покупал евро доллар я говорил что сохраняю идею в шорт потому что здесь никаких признаков на лонг не было она в принципе еще со среды по вчера мы еще от падали на там немного ну пунктов где-то там под 50 70 тут с этих значений мы ушли вниз что у нас давайте на текущий момент что у нас по рынку по евро доллару я вчера советовал своим подписчикам канале купить евро то есть это у меня получился хетч до раньше я шортил евро доллар закрыл уже основную часть где-то процентов под 70 я закрыл свои своего шорта то есть я уже заработал сделка в без убытки и сейчас я пытаюсь покупать евро здесь сильного сигнала нету вот я вчера писал что это рисковая сделка вот сейчас покажу в канале сигналов вот вот евро доллар вчера вечером в пять вечера я говорил что по евро доллару там золото спи 500 я вижу лонг там есть дивергенция модели нету поэтому это рискованная с минимальным риском заходить в лонг но там был в чем плюс что если вчера евро вот я светлал вот и так где где и стоп до стоп и вот я советовал за минимум дня ставить по этим активам то есть это получается вчера по евро доллару вот я вчера вот на этом на этой отметке 116 45 это примерно советовал купить евро то есть это получился стоп 20 пунктов вчера мы ушли 40 пунктов один двум я не закрывал ничего я просто перед перенес без убыток и посмотрим что сегодня будет по евро доллару есть небольшой пин бар но это не такой сильный как бы мне хотелось если евро доллар прострели там сегодня завтра там уже с понедельника очень сильно наверх хотя бы выше 1750 то здесь уже нужно будет смотреть возможно будет какой-то более хороший лонг рисоваться пока это все рискованные покупки можно покупать но с минимумами с минимумом за вчера конечно с текущих 100 получится больше мы вчера покупали с 20 путным стопом поэтому кого есть возможность подписки на торговые сигналы скажем я всегда даю если есть что-то по рынку поэтому исключаю сильного движения наверх по евро она пока формируется если признаки на шорт мне в принципе скажем если шорт позиция буду с нее полностью выходить когда уже народ нарисуется полноценный надежный лонг по евро доллару пока если пойдем вниз ниже а я не исключаю этого вот у нас в принципе евро доллар вот такому паттерну разворачивался смотрите вот вот этот паттерн это было два года назад вот но здесь было более длинное здесь два с половиной месяца вот у нас паттерн смотрите какой да здесь был глобальный тренд по евро доллару вверх это 2018 год мы так вышли вниз как вот как текущий вот принципе вот вот это вот в этом моменте прям как вчера до или вот здесь и потом все и евро доллар развернулся поэтому нужно всегда работать со стоп лоссами потому что рынок если скажем пойдет не по нашему сценарию фиксируем убыток и скажем дальше находим новые сделки почему я вчера покупал евро доллар скажем вот на часовичках у нас была дивергенция она была тройная то есть я ее называю там раз два три тройное дно и был риск ну скажем что мы пойдем наверх то есть пока по евро доллару такая ситуация возможен лонг очень рискованный нарисуется более надежная уже позже буду там на битве аналитиков или в канале сигналов говорить покупаем с более надежным дальше франк пока я вне рынка там аналогично как по евро доллару франк принципе кстати очень хорошо как евро доллар евро отпадал франк вырос я кто смотрел битву аналитика я все время советовал франк покупать сам я не купил вот это движение пропустил я видел его но индекс доллара аналогичная пока у него у меня позиции по нему нет но кто смотрел битву аналитиков я все время советовал покупать индекс доллара да то есть вот кто еще покупал за второе сентября я советовал вот здесь покупать это первая точка смотрите мы отсюда сделали там более 200 200 пунктов со стопом 50 то есть четыре к одному мы сделать даже больше сейчас аналогично как по евро доллару есть пин бар можем пойти на коррекцию или развить новый тренд нисходящий но это очень-очень слабо слабый сигнал у нас вот смотрите аналы картинка как по евро доллару зеркальный индекс доллара доллар франк смотрите дивергенция на дневном графике у нас здесь есть модели и ложный пробой и импульсы и пин бары то есть это к чему я веду была у меня дискуссия на канале ранее с одним зрителем который смотрел кажется ник у него был там красный парше или что-то такое или поршень да и он говорил там о дивергенции не работают этому и так далее смотрите просто простой пример на котором можно было заработать на всех инструментах дивергенция конечно кроме дивергенции я дивергенция это только первый скажем сигнал к развороту рынку дальше идет торговые модели которые использую и уже по ним принимаю решение окончательно да но дивергенции в принципе очень очень хорошо работает главное соблюдать риск менеджмент фунт доллар пока я его не торгую нет мнения по нему дальше в старийский доллар на битве аналитиков в понедельник советовал шортить также давал торговый сигнал своим подписчикам канале шортить мы в принципе очень очень хорошо отпадали 300 пунктов больше нежели чем евро 300 пунктов я уже закрыл практически 80 процентов своей позиции оставил немножко возможно пойдем еще ниже будет рисоваться какой-то хороший лонг я буду закрывать окончательно позицию и там переворачиваться в лонг аналогично как и по евро доллару индексу доллара франка фунт доллар у нас было дивергенция смотрите дивергенция то есть очень я люблю такие раз-два-три с тройной вершиной плюс у нас здесь была хорошая модель я и раньше думал что мы пойдем но здесь не было таких хороших моделей были скажем сигналы они себя не отработали но скажем не всегда у нас нет стопроцентных четких сигналов есть вероятность отработки поэтому здесь пока вне рынка по текущему моменту кто шортил австралийский доллар на битве аналитиков понедельник я кстати в среду еще говорил что удерживайте сейчас можно там закрыть по 70 процентов сделки возможно и все по желанию да мы очень хорошо падали новозеландский доллар аналогично со всеми парами канадский доллар очень хорошо отрос здесь аналогично смотрите дивергенция на дневном графике но это дивергенция также имела очень хороший паттерн у меня здесь я пытался здесь и покупать и шортить меня по выносила по без убытках потом у меня здесь ученица купила я ранее показывал канадский доллар взяла вот это все движение сейчас здесь скинула часть здесь очень молодец на текущий момент аналогично как евро доллар есть какие-то признаки снижения они очень очень невелики очень невелики такие евро доллар плюс в канале сигнала вот здесь советовал покупать вот на это на это минимуме в начале сентября канадский доллар он красиво трос дальше доллар иена что у нас по доллар иене по доллар иене возможно формируется какой-то среднесрочный лонг более глубокий он в принципе уже произошел но это ну скажем копейки это 100 пунктов мы отросли посмотрим какая дальше будет скажем в реакция рынка в это положительность пятница четверг среда вторник во вторник я советовал покупать своим подписчикам канале доллар иену мы уже часть позиции скинули больше 50 процентов я скинул а так как мы неплохо отросли будем наблюдать сделка без убытки также подписчикам писал обновлял информацию по доллар иене посмотрим что дальше нарисуется если будем скажем делать какую-то правильную коррекцию здесь можно будет дальше покупать пока я посмотрю сегодня как закроется день там понедельник вторник будем если будет сигнал в лонг будем покупать доллар иену с целью примерно 106 106 50 и возможно выше 100 все 70 потому что здесь кстати вот аналогично дивергенция аналогичные паттерна очень хорошие что и по индексу доллара в начале сентября и по другим инструментам если здесь удержимся в этом диапазоне принципе я дам возможно какую-то рекомендацию дальше на покупку пока приоритет лонг таком дальше что у нас нефть 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 пока не идет вот у меня на этой неделе был очень очень активно я был на торговые сигналы около 10 сигналов и дальше больше больше сигналов было где-то 15 по разным инструментом все отработались и австралийский доллар там и доллар йена скажем и золото ну золото это с прошлой недели да там с риски доллар тоже с прошлой неделе еще своим раньше давал там и снп 500 мы шартили nasdaq мы шартили вчера покупали вот эти все инструменты да и нефть это единственный инструмент который возможно пойдет по стоп-лоссу я советовал на этой неделе его шортить нефть она еще пока находится в рамках шартового шарта посмотрим как сегодня закроется желательно чтобы сегодня закрылись по медвежьему да то есть закрылся красный бар и у нас если мы вот здесь закроемся то я думаю что тогда уже будет процентов 90 процентов что мы пойдем вниз на 39 и возможно ниже на 36 возможно еще ниже а так пока можем сломить модель и уйти в сторону стопа если потом снова внизу где буду перешарщивать и так далее потому что здесь такая ситуация по нефти пока для меня шартовой вот мы вот здесь у нас получается 21 сентября был хороший импульс вниз у нас идет коррекция я думаю почему она пока не идет здесь есть такое поджатие она тут так если посмотреть на вот так поэтому его пока не могут сломить какая альтернатива по нефти может быть пока мы не пройдем вот этот уровень 41 50 я сохраняю short но не исключаю что у нас может какой-то глобальный long получится здесь вот вот в таком формате так давайте так с пока я ожидаю вот такое движение до вниз может получиться что у нас вот это импульс вот это все коррекция вот такая и мы как двинем вверх мало не покажется я думаю что там многие погорят кто без топов торгуют и так далее обязательно нужно стоп лосса поставить потому что попадешь вот на сильный тренд без топа и все считайте что депозита нету так что дальше доллар рубль доллар рубль подошел к сильному уровню это 7750 что я могу сказать у нас идет здесь восходящий такой тренд как и глобальный так и локальный уже последний раз два три четвертый месяц у нас после вот этого снижения весной мы пошли вверх возможно какая-то коррекция будет по доллар рублю вниз к вот этой границе канала но пока для меня здесь торговых идей нету но предположение есть что не спадем я это не торгую пока доллар рубль я не торгую так что нас по золоту по золоту золото напомню я советовал скажем своим подписчикам канале шортить все время вот здесь напоминал шарки им шарки им мы немножко все время росли и росли ну так локально там скажем я отсюда 1950 совет только в шорт ну там пунктов по 200 мы выросли золото волатильное но в рамках в рамках паттерна шартового потому что у нас здесь смотрите что был импульс 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 да то есть пока мы их не сломили на плюс трендовые вот у нас трендовая очень красиво идет вниз у нас мы сломили глобальный тренд мы его и шли на ртс то есть это классика классика тех анализа на то есть вот у нас получается идет тренд если мы его пробиваем мы можем так на ртс уйти и дальше вниз принципе это произошло по золоту здесь изначально еще думал о каких-то покупках ошибся дальше перевернулся в шорт мы неплохо отпадали практически там по тысячу пунктов достаточно хорошо мы пришли основную цель добили я уже наш от шорта закрыл там 80 процентов идеи и на текущий момент вчера советовал по золоту рассмотреть покупки они были тоже рискован и вот я уже говорю вот здесь евро золото снп я вчера советовал покупать вот золото вот со значение 1860 покупочки да эти покупки могут быть нести как коррекционный характер так и возможно зарода зарождающийся тренд это же время покажет вот снп 500 и пока идем в стоп здесь объем чек я брал небольшой почему потому что здесь волатильность большая посмотрим можно рассмотреть покупки с текущих на какую-то коррекцию сильного сигнала здесь нету на покупку скажу так если потенциальный такой неплохой есть уровень но это очень слабенький сигнал то есть те кто у меня обучались они знают что такой хороший сигнал что такое плохой где х есть хорошая модель вот смотри как здесь золото заворачивали вниз но это контр глобальный тренд от какие импульсы здесь пока только локальный какой-то так далее аналогично золото отпадало серебро еще лучше тоже здесь советовал шортить подписчикам канале то есть мы сделали практически 6000 пунктов до очень очень красиво здесь было соотношение очень хорошее соотношение мы сделали падение я уже полностью закрыл серебро биткоин по биткоину его вчера хорошо выкупили такое ощущение что мы будем идти вверх по биткоин я пока его у меня нету сделок я его шортил кстати вот здесь шортил и получил стоп да у меня был стоп недавно еще там около полторы две недели назад не был стоп по биткоину здесь шортил там моменте уходил плюс но дальше получилось что он ушел наверх но скажем наверно неправильно спрогнозировал и так далее пока здесь возможно рисуется лонг и достаточно сильный здесь вот такую трендовый можно нарисовать плюс таком формате дальше по викс индексу страха пока никаких рекомендаций нету может прострелить неплохо наверх как вариант я не исключаю что у нас у нас здесь локальный тренд такой зародился он уже второй месяц идет пока я мы его не сломим какой-то возможно катаклизм будет вчера кто смотрел там вчера это было или позавчера трамп заявил но пока никаких реакций на рынке нету там заявил если он проиграет выборы то мы будем бороться за это ну такое не знаю почему он сказал ну кстати трамп республиканец помните буш джордж буш как он победил на выборах хотя я на самом деле я поддерживаю трампа он очень много хорошее сделал в мире и вот посмотрите даже вот 2000 год когда трамп этот буш младший боролся с гором да если ошибаюсь как он его победил там тоже была фальсификация на выборах потом конституционный суд или какой у них там он поддержал это все потом буш победил на авто во втором туре то есть два раза был президентом и принципе республиканцы они такие очень интересная я смотрел вот этого мура фильм документальный такой достаточно интересный советую посмотреть называется там 911 фаренгейт это по поводу башни близнецов которые сбили принципе поддерживаю тот момент что это скорее всего сбили с большой долей вероятности что это сбили подорвали цру да вот эти все башни близнецы потому что такой дом металлический бетонный какой-то самолет алюминиевый самолет банка банка алюминиевая она не может его сбить и этот керосин который там якобы был на борту самолета что он расплавил вот этот металл и то есть это там уже проводили физики что он керосин он не мог загореться даже если бы он загорелся он бы не смог подорвать то есть этот дом свести то же самое как пентагон что там влетел самолет пентагон на самом деле там измеряли то есть я поддерживаюсь но это это все делается аналогично как нужно было когда в стране проблема чтобы показать как государство борется с терроризмом якобы хотя сами церушники этот терроризм сделали это мое мнение такое я думаю что она имеет 90 процентов вероятность потому что самолет такой такой дом который выдерживает там 8 баллов землетрясения он не может сести пока викс возможно смотрится на прострел s&p 500 позавчера советовал шортить s&p 500 мой ученик один шортил он пока торгует на демо да он только в этом месяце начал обучаться предлагал шортить вот здесь вот здесь предлагал шортить очень хороший был паттерн очень хороший по nasdaq у там еще был лучше мы принципе неплохо отпадали я этот момент пропустил почему потому что торговал там другие инструменты но я уже входил уходящий поезд от позавчера в канале сигналов светл шортить s&p 500 мы принципе локально отпадали часть закрыли часть без убытки висит и вчера я кстати предложил купить как уже сказал евро золото s&p 500 небольшим объемом почему потому что сделка рискованная там я ставил уже без убытки ребятам советовал там же по выносила некоторые инструменты потому что вот смотрю викс он смотрится на сильный прострел наверх и в принципе s&p тоже может уйти вниз если уйдет вниз у меня есть short позиция она без убытки и лонг с небольшим стопом в таком характере пока здесь есть большая вероятность что мы можем уйти вниз нарисуется что-то лучше почему мы вчера покупали было дивергенция посмотрим если сегодня скажем будет хороший выкуп и мы уйдем вот так как-то да то здесь будем дальше покупать по тренду дальше s&p 500 ну еще nasdaq то есть мы шортили аналогично как и s&p 500 аналогичная модель вот в канале сигналов здесь ребятам советовал шортить мы часть закрыли часть без убытки посмотрим что дальше будет так но это принципе все по рынку пока такое неоднозначное что могу еще пока вот хотел показать вам сделочки свои ученицы мы обсуждали в закрытый закрытом клубе вот нзд она шортила очень хорошее движение вот вот это все падение взяли то есть вот здесь часть зафиксировали еще часть здесь остальную то есть очень хорошее движение это нзд шортили канадский доллар то что я говорил вот покупочка паттерн очень хороший торговая модель корень вот покупочка вот этом 18 сентября скинули 21 часть и дальше вчера я вчера кстати писал наталья что по канадскому доллару возможен шорт он принципе вчера произошел пока небольшой какая какой дальше будет скажем сценарий сложно сказать но наталья в принципе вот я здесь писала кстати вот сейчас покажу и а вот дивергенция по канадскому доллару что возможно возможно снижение так канадский доллар ену пока удерживает nasdaq уже закрыла полностью здесь и сделочка по nasdaq у она тоже находится в канале сигналов и я советовал позавчера шортить вот сейчас скинули часть вчера очень хорошая сделка получилась и что у нас еще здесь ну и доллар ену я уже показывал она скажем часть закрыли часть там висит в плюсовом без убытки как то так поэтому будет будут вопросы у вас заходите на сайт кухта кепитал там есть все вопросы по поводу персонального наставника торговых сигналов всем удачи всем профитной недели пока